Знаменитый русский поэт, чья поэзия на сегодняшний день считается классической, один из самых ярких представителей Серебряного века. Его проза поражает своей грацией, естественным изяществом и благородством. Создатель таинственного образа прекрасной дамы, как человек он остался загадкой даже для его современников-писателей, знатоков человеческих душ. С вами главный библиотекарь библиотеки 187 Лариса Евгеньевна Короткевич с программой, посвященной 140-летию со дня рождения Александра Александровича Блока «Открой мои книги». Александр Блок родился 28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге. Его отец, Александр Блок-старший, был дворянином и приват-доцентом кафедры государственного права Варшавского университета, а мать Александра – дочерью ректора Санкт-Петербургского университета Бекетова. Когда они поженились, то молодой жене едва исполнилось 18. Супруг был старше ее на 8 лет. Александр Блок или «добренький Сашура», как поэт сам себя называл в детстве, родился на Васильевском острове рядом со старинным зданием 12 коллегий. Здесь и сегодня сохранился небольшой двухэтажный дом, ректорский флигель Санкт-Петербургского университета, где Блок провел свои младенческие годы, любуясь видами из окна. Это было самое любимое развлечение маленького Сашура – смотреть на Неву и на город, вальяжно раскинувшийся на том берегу, который в те годы во всей красе представал перед наблюдателем с Васильевского острова. Семейная жизнь родителей не сложилась. Александр был почти младенцем, когда мать разорвала отношения с супругом, а позднее даже смогла добиться официального развода, хотя по тем временам это было весьма сложно. И в 1883 году Сашура вместе с матерью, тетей и бабушкой уезжают за границу в Италию, где остаются на год. Мальчик окружен обожанием и безмерной любовью родных. Особое отношение с мамой, а для Александры Андреевны сын был исключительной, самой глубокой и сильной привязанностью. На нем сосредотточилась вся ее нежность, а с годами любовь эта все усугублялась. Саша и его мама всегда были связаны какой-то необычной духовной связью. Когда Саше было 9 лет, мама вновь выходит замуж за гвардейского офицера Франца Феликсовича Кублицкого Пиатуха. И в биографии Александра Блока появляется отчим-генерал. С ним у мальчика сложились самые дружеские отношения. Основную часть времени Александр с матерью и отчимом жил в пригороде Санкт-Петербурга, но каждое лето он гостил с Шахматова, где Сашу окружали любовью и заботой бабушка и дедушка по материнской линии. И эти воспоминания грели его потом всю жизнь. Бабушка Александра Блока Елизавета Григорьевна Бекетова – удивительная женщина, талантливая переводчица, подарившая русскому читателю Айвенга Вальтера Скотта и Дэвида Копперфильда Чарльза Диккенса. Дед Андрей Николаевич Бекетов купил Шахматова в 1874 году по совету своего ближайшего друга, великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева, чья усадьба располагалась неподалеку от Шахматова в Боблове. Жена Менделеева Анна Ивановна вспоминала, трудно представить себе более мирный, поэтичный и уютный уголок. Старинный дом с балконом, выходящим в сад. Перед окном старая развесистая липа, под которой большой стол с вечным самоваром. Вся усадьба стояла на возвышенности, из балкона открывалась чисто русская даль. Впервые Блока привезли в Шахматово в возрасте полугода, весной 1881. В детские и юношеские годы он проводил здесь каждое лето. В своей небольшой автобиографии Блок писал «Мои собственные воспоминания о деде очень хорошие. Мы часами бродили с ним по лугам, болотом и дебрем, иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу. Выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции. При этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники. Так что я помню и теперь много ботанических названий». Уже в раннем возрасте Блок интересовался литературой, пробовал писать стихотворение и рассказы. Первая проба пера случилась довольно рано. В пять лет Александр Блок написал первое стихотворение. «Жил на свете котик милый, Постоянно был унылый, Отчего никто не знал, Котя это не сказал». Немного позже, в возрасте до десяти лет, он пишет рассказы с названиями «О детях», «Ванин кот», «Война». Его творчество всячески поощряется близкими. Мама знакомит его с лучшими образцами мировой литературы, поддерживает его увлечение философскими и поэтическими новинками. Они могли часами говорить о культуре, политике, о жизни. Когда Блок сам начал писать стихи, то самым важным и главным для него было мнение матери. Ему нужно было ее понимание и поддержка. В 1891 году Александра Блока отдали сразу во второй класс в Веденской гимназии. До гимназии Блок жил довольно уединенной семейной жизнью и почти не встречался со сверстниками. Когда он первый раз вернулся оттуда, был взволнован, но сдержан. Мать долго допытывалась, что же было в классе. Саша долго молчал, а потом тихо сказал. Люди. Шумная компания незнакомых мальчишек не впечатлила привыкшего к покою и тихому созерцанию красот начинающему поэту. Но неприязнь к однокашкам не стала препятствием для хорошей успеваемости. Блок учился успешно, гораздо лучше многих. За эти годы Саша сблизился с двоюрными братьями Фиролем и Андрюшей. Летом он проводил с ними много времени, так как они обычно жили в Шахматово, а зимой виделся редко, только по праздникам. В 1894 году Александр Блок начинает выпускать рукописный журнал «Вестник», и в его литературной игре участвовала вся семья. В редакцию входили два кузена, троюрный брат и мать. Бабушка Елизавета Бекетова писала рассказы, дедушка Андрей Бекетов иллюстрировал материалы. Вышло всего 37 номеров «Вестника». Помимо стихов и статей, Александр Блок сочинил для него роман в стиле Майнрида. Этот журнал выходил на протяжении нескольких лет. Начался, когда Саше было 13, а прекратился, когда минуло ему 16. Это немалый период для такого юного возраста. В 1894 году Саша в первый раз попал в драматический театр. Сохранилось письмо к бабушке с описанием впечатлений от первого спектакля, виденного им в Александрийском театре. Сегодня мы с мамой вдвоем были в Александрийском театре и видели плоды просвещения. Это мне ужасно понравилось, и я хочу опять, опять попасть туда. Отныне Блок бредил с сценой и актерами, постоянно стремился в театр, жаждал новых и новых впечатлений. Тогда же Блок открывает для себя Шекспира и его бессмертные произведения. Драмы Ромео и Джульетта, Гамлет, Макбет произвели на него большое впечатление. 17-летний Блок пребывает в романтических мечтах, которые, вполне возможно, явились причиной следующего события. В 1897 году Александр отправился с матерью в Германию, в курортный город Батнаунгейм. Здесь он впервые по-настоящему влюбился в жену статского советника Ксению Садовскую. Блоку на тот момент было 17, его возлюбленной 37. Увлекшись элегантной, красивой дамой, на 20 лет старше себя, Блок за поем писал стихи, посвящая их КМС. Ты всегда и всюду странна, очаровывая аж взоры. Я люблю твой взгляд туманный, Я люблю твои укоры. Голос твой звучит порывом, то насмешливо, то звонко, то волшебным переливом, будто детский смех ребенка. А когда опустишь очи, Близо сердца с сердцем чуя, Я готов во мраке ночи Умереть от поцелуя. Их встречи были редкими. Мать Блока была категорически против общения сына с взрослой замужней дамой. Она пыталась препятствовать развитию этих отношений и увезла его в Петербург. Однако страсть юного поэта не оставила и в Петербурге, он несколько раз встречался со своей дамой сердца. В 1898 году Александр Блок окончил гимназию и в августе того же года поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Однако юриспруденция молодого поэта не привлекала. С удовольствием он придался взрослому светскому образу жизни, где было гораздо меньше предписаний и регламентов, чем в его прежние гимназические годы. Но Блока соблазнила не свобода и вседозволенность, как могло показаться, а искусство. Многократно возросло его увлечение театром, практически не пропускал постановок с участием любимых актеров и в конце концов решил и себя испытать в этом захватывающем амплуа. Блок вступил в петербургский кружок актеров-любителей. А летом 1899 года в Шахматово, в соседней усадьбе Менделеевых-Боблова, он ставил спектакли «Борис Годунов», «Гамлет», «Каменный гость» и сам же в них играл. Это давало поэту бесспорный прилив жизненной и творческой энергии, который вскоре, разумеется, потребовал жертв. А такой жертвой стал лишний год на втором курсе факультета. Зато на третьем поэт расставляет все по местам, переводится на историко-филологический. Занудной юстиции было покончено, впереди только творчество, и первые успехи на этом поприще не заставили себя ждать. И настоящая карьера поэта стартовала именно с 1900 года. В начале своего творческого пути Блок всей душой тянется ко всему новому, новаторскому. Среди знакомых его в те годы появились Зинаиды Гиппиус и Дмитрий Мережковский, яркие представители нового течения в литературе, символизма. Стихи Блока отмечает признанный поэт и прозаик символизма Валерий Брюсов. Стихи, написанные в стиле символизма, были полны загадочности, непредсказуемости и недосказанности. Этот стиль очень близок Блоку, и он увлеченно пишет и начинает публиковать свои поэтические произведения в журнале «Новый путь». А в 903-м московский альманах «Северные цветы» напечатал на своих страницах цикл поэзии Блока, объединив их общим названием – стихи о прекрасной даме. Днем вершу я дела суеты, зажигаю огни в вечеру, безысходно-туманная ты предо мной затеваешь игру. Я люблю эту ложь, этот блеск, твой манящий девичий наряд, вечный гомон и уличный треск, фонарей убегающий ряд. Я люблю и любуюсь, и жду переливчатых красок и слов. Подойду и опять отойду в глубины протекающих снов. Как ты лжива и как ты бела! Мне же по сердцу белая ложь. Завершая дневные дела, знаю, вечером снова придешь. Эти стихи родились благодаря сильному чувству, которое овладело Александром Блоком. В его жизни появилась муза. Прекрасной дамой блоковской любовной лирики стала любовь Дмитриевна Менделеева. О встрече с будущей женой Блок напишет «Розовая девушка, лепестки яблони». Именно ее воспринимал он как земное воплощение небесной женственности. По собственному признанию, в те дни Блок светился от любви. Я ждал ее выхода, следил за ней, вспоминал поэт, и иногда провожал ее. Но иногда ему нравилось, чтобы она не знала о его присутствии, просто бесшумно преследовать, скрываясь от зоров в темноте улиц. В 1903 году состоялась их свадьба. Вспыхнув ярким пламенем страсти, их любовь стала неземной, пылкой. И, как бывает в таких случаях, недолговечной. События 1905 года очень повлияли на творчество поэта. Революция вырвала его из привычного восприятия мира. Она напоминала стихию непостоянства природы, и это отразилось на его поэзии. Прекрасная дама еще появляется в его стихах, но отходит на второй план, и вместо нее тревожность, метель, вьюга, бродяжничество. Еще прекрасно серое небо, еще безнадежно серая даль, еще несчастных просящих хлеба никому не жаль, никому не жаль. И над заливами голос черни пропал, развился в невском сне, и дикие вопли свергни, о, свергни, не будет жалости в сонной волне. И в небе сером холодные светы одели зимний дворец царя, и латник в черном не даст ответа, пока не застигнет его заря. Тогда, аллея надводной бездной, пусть он угрюмий опустит меч, чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной за древнюю сказку мертвым лечь. Александр Блок всегда относился к своей жене с обожанием, однако не запрещал себе влюбляться в других женщин. В 1906 году он встретил Наталью Волохову, актрису театра Комиссаржевской, и воспылал к ней пламенной страстью. В этом же году он пишет пьесу «Балаганчик», затем следует «Король на площади», «Песня судьбы», прототипом главных героинь которых является новая муза Блока, Наталья Николаевна Волохова. Ее образ вскоре появился в его новых философских поэзиях «Цикли Фаина» и книге «Снежная маска». По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, лишь золотится крендель булочный, да раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключины, да раздается женский виск, а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, и влагой терпкой и таинственной, как я, смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, да пьяные с глазами кроликов «In vino veritas» кричат, и каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне девичий стан шелками схваченный, в туманном движется окне, и медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, и веют древними поверьями ее упругие шелка и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука, и странной близостью закованной. Смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный, и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, мне чье-то солнце вручено, и все души моей излучены, пронзило терпкое вино, и перья страуса склоненные, в моем качаются мозгу, и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты право, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине. Вскоре Кволохова и Блока охладел, а Любовь Дмитриевна, уязвленная изменой мужа, решила в корне переменить свою жизнь и стать актрисой. Теперь она была участницей трупа Мейерхольда и выезжала на длительные гастроли, а, возвращаясь домой, разговаривала с супругом о разводе. Хотя Александр Блок и позволял себе периодически влюбляться в других женщин, но в его личной жизни была одна единственная любовь – любовь Менделеева. Она была ему не только женой, но и музой, она умела понять и поддерживать, и он не хотел терять ее. Семейные отношения становились невыносимыми. В 1909 году Блока ждало несколько потрясений. Не стало его отца, отношения с которым он поддерживал много лет. Потом умер его первенец, не прожив и нескольких дней. Блок переживает его смерть гораздо сильнее своей жены. После его похорон он напишет знаменитое стихотворение «На смерть младенца». Отец оставил сыну приличное наследство, благодаря которому поэт мог не задумываться о хлебе насущном и полностью предаваться творчеству. Чтобы восстановиться после пережитых потрясений, они с женой уезжают в путешествие по Италии. Эта поездка вызывает у Блока бурю новых эмоций. Он сумел пересмотреть все, что ранее представляло для него большую ценность. Этот процесс ярко прослеживается в цикле стихов под названием «Итальянские стихи» и прозаических очерках, собранных в книге «Молнии искусства». В 1911 году Блок снова отправляется в путешествие за границу, на этот раз Франция, Бельгия, Нидерланды. Во Франции поэту не понравилось. «Неотъемлемое качество французов, пишет он, невылазная грязь, прежде всего физическая, а потом душевная. Первую грязь лучше не описывать, говоря кратко, человек сколько-нибудь брезгливый не согласился бы поселиться во Франции». В этом же году Александр Блок выпускает собрание сочинения в трех томах, куда вошли его произведения, написанные ранее, в том числе очередная пьеса для театра «Роза и крест». Впоследствии этот трехтомник переиздавался несколько раз. В конце 1912 года Александр Блок взялся переписывать пьесу «Роза и крест» в свое самое крупное драматическое произведение. Действие происходит в 1208 году в Южной и Северной Франции, где жизнь западных феодалов своеобразная в нравах и красках, подробностей. Ритмом своим, оказывается, нисколько не отличалась от помещищей жизни любой страны и любого века. Он закончил пьесу в январе 1913 года и в апреле читал ее лично Станиславскому. Однако поставили пьесу не скоро, лишь через несколько лет в Амхате. В этом спектакле звучали знаменитые баллады на стихи Блока. Вот одна из них. День веселый, час блаженный, нежная весна, стукнул перстень драгоценный в переплет окна. Над долиной благовонной тонный запах занови тебе влюбленный счастье принес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok за любовь, за любовь твою, за любовь твою, за любовь твою. В это время Блок живет на Офицерской улице, сегодня улица Декабристов. Сюда к нему в 1913 году пришла познакомиться Анна Ахматова, принеся с собой Блоковский трехтомник. Первые два тома поэт подписал «Ахматовый, Блок», а третий вписал заранее подготовленный Мадригал, который позже вошел во все сборники его стихотворений «Красота страшна, вам скажут». Знакомство с Блоком произвело сильное впечатление на Анну Ахматову, и она вспоминала эту встречу в своем стихотворении «Я пришла к поэту в гости». Удивительно гармонично эти два произведения, как диалог двух талантов, сплелись в романсе, который вы сейчас услышите. Красота страшна, вам скажут. Вы накинете лениво шаль испанскую на плечи красной розой в волосах. Красота проста, вам скажут. Пестрой шалью неумело вы укроете ребенка, красной розой красной розой на полу. Но рассеянно внимая всем словам кругом звучащим, вы задумаетесь грустно «Я не так страшна, И твердите про себя не страшна и непростая, я не так страшна, чтобы просто убивать, не так простая, чтобы не знать, как жизнь страшна». Я пришла к поэту в гости «Ровно полдень, смотрит на меня». У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожно в них и вовсе не глядеть, но запомнится беседа дымный полдень воскресенья в доме сером и высоком у морских ворот не вы. Два года спустя домой к Блоку с поклоном и пачкой стихов приходит деревенский поэт Сергей Есенин. Блок оценил свежие, чистые, голосистые стихи талантливого крестьянского поэта-самородка. Начавшаяся война и последовавший за ней революционный разброд нашли свое отражение в творчестве Александра Блока, но мало повлияли на его семейную жизнь. Любовь Дмитриевна по-прежнему пропадала на гастролях, он тосковал без нее, писал письма. В середине 1916 года Блок попал в инженерную дивизию, которая была расквартирована в Белоруссии. С самого начала его отношение к войне было отрицательным. Эта бессмысленная война ничем не кончится. Она, как всякое хамство, безначально и бесконечно безобразна. В февральские дни 1917 года в дружину, где служил Блок, стали проникать слухи о беспорядках столицы, бунт рабочих, восстание, отречение царя от престола, временное правительство. Узнав об этом, поэт берет отпуск от службы и возвращается в Санкт-Петербург, наблюдать за движением революционного города. Вскоре вернулась Петроград и Любовь Дмитриевна. Изо всех сил пыталась наладить разваленной войной и революцией быт, доставала продукты, дрова. Если до революции строки поэта были скорее нежными и романтичными, мотивизирующими разбираться в себе, то затем в творчестве Блока появляется отчаяние на грани крика. В начале 1918 года Блок написал свои знаменитые «Скифы» и нашумевшую поэму «12». Эта поэма вызвала неоднозначную реакцию литературного сообщества. Его упрекали в том, что он продался большевикам. Бывшие друзья поэта не подавали ему руки. В довершение всего в его квартиру подселили революционного матроса, который по ночам горланил, водил девок и играл на гармошке. Зинаида Гиппиус, узнав об этом, заметила. Блок страдает. К нему подселили одного матроса. Жалко. Надо бы 12. Написав эту поэму всего за месяц, он превратился в персону Нонграта. Его считали безумцем, а он писал о себе «Я гений». Чёрный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всём Божьем свете. Забивает ветер белый снежок, под снежком ледок, скользь, тяжко, всякий ходок скользит, ах, бедняжка. от здания к зданию протянут канат. На канате плакат. Вся власть учредительному собранию. старушка убивается, старушка убивается, плачет, никак не поймёт, что значит. На что такой плакат, такой огромный лоску? Сколько бы вышло портянок для ребят, а всякий раздет, разумит. Его поддержка единственная жена. Она организует творческие вечера Блока, сама выступает в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака», одном из центров культурной жизни Серебряного века, с чтением его поэмы «12». В эти сложные годы Александр Блок переосмысливает события революции, которые он в какой-то мере поддерживал. Это переосмысление приводит к творческому кризису. Но надо жить, точнее, выживать. И Блок идёт работать в чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных по должности действий бывших министров на должность редактора. Он делал доклады в Вольной философской ассоциации, готовил к переизданию свою трилогию, был членом театральной литературной комиссии редколлегии издательства «Всемирная литература». Постоянно возрастающий объём работы подорвал силы поэта. Начала накапливаться усталость. Блок описывал своё состояние того периода словами «Меня выпили». Этим же, возможно, и объяснялось творческое молчание поэта. Он писал в частном письме в январе 2019 года «Почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах». В феврале 2019 года Блока арестовали по обвинению связи с левыми эсерами, однако через два дня отпустили стараниями Анатолия Луначарского. Тяжёлые нагрузки в советских учреждениях, проживания в голодном и холодном революционном Петрограде окончательно расшатали здоровье поэта. У Блока возникли серьёзные сердечно-сосудистые болезни, астма, появились психические расстройства. Зимой 1920 года началась цинга. Когда ты загнан из обид людьми заботой или тоскою, когда под гробовой доскою всё, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне отчаявшейся и больной ты возвращаешься домой и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг послушать тишину ночную. Постигнешь слухом жизнь иную, которую днём ты не постиг, по-нову макинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущую утра над белым запушённым садом и небо. Книгу между книг найдёшь в душе опустошённой вновь образ матери склонённой. И в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледенивший кровь, твоя холодная любовь всё вспыхнет в сердце благодарном. ты всё благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бронда воли, а мир прекрасен, как всегда. однако, он продолжал писать и выступать. В 20-м году подготовил сборник лирики «Седое утро». 5 февраля 1921 года появилось стихотворение «Пушкинскому дому», а 11 февраля в доме литераторов на вечере, посвящённом Пушкину, Блок произнёс свою знаменитую речь о назначении поэта. Последний раз в Петербурге услышали его голос в апреле 1921-го. Тогда в Большом драматическом театре состоялся авторский вечер Блока, портер и ярусы были забиты до отказа. Александр Блок просил визу для лечения за границей, но ему отказали. Далее разыгрывалась драма с огромным количеством действующих лиц, в центре которой оказался смертельно больной поэт. Максим Горький ходатайствовал перед высоким правлением, чтобы Блоку дали возможность пройти необходимое лечение в санатории Финляндии. Владимир Ленин лично запрещал давать Блоку визу, боясь, что тот решит не возвращаться. Ведь примерно в тот же период из-за эмиграции страна уже потеряла таких знаменитостей, как Сергей Рахманинов, Марина Цветаева и многих других. 18 июня Блок уничтожил часть своих архивов. 3 июля несколько записных книжек. Луначарский и Каменев выхлопотали разрешение на выезд в конце июля. Документы были подписаны, но было поздно. Состояние Блока ухудшилось, и с начала августа он почти все дни проводил в забытье, ночью бредил и страшно кричал. Утром 7 августа 1921 года Александр Блок умер в своей квартире в Петрограде. По одной из версий просто от голода, по другой от болезни сердца. Владислав Ходосевич написал об уходе Блока. Он умер как-то вообще, от того, что был болен весь, от того, что не мог больше жить. Хоронил его весь Петербург. В пустой комнате Любовь Дмитриевна и мать Блока Александра Андреевна, оставшись одни, вместе плакали. Они, постоянно ссорившиеся при жизни Блока, после его смерти будут жить вместе в одной комнате, уплотненной ставшей коммунальной квартиры. Жизнь будет тяжелая. Блока вскоре почти перестанут сдавать и денег не будет. Александра Андреевна переживет своего сына на два года. После ее смерти Любовь Дмитриевна устроится на работу в хореографическое училище и будет преподавать там историю балета. Замуж больше никогда не выйдет. О своей жизни с Александром Блоком она напишет книгу «И быль, и небылицы, о Блоке и о себе». Однажды, поджидая к себе двух женщин из литературного архива, чтобы передать туда свою переписку с Блоком, она едва успела открыть им дверь, как покачнулась и рухнула на пол без памяти и напоследок жалобно произнесла одно единственное «Сашенька». Сашенька. Умерла она в 1939 году, еще не старая женщина, в которой почти невозможно уже было увидеть прекрасную даму русской поэзии. Я сидел у окна в переполненном зале, где топили смычки о любви. Я послал тебе черную розу в вокале золотой, как небо. Ай, ты взглянула, я встретил смущенно и дерзко, взгляд надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру намеренно резко, ты сказала «Этот влюбленный». И тот чаз в ответ, что-то грянули струны и ступленно запели смычки. Но была ты со мной всем презрением юным, чуть заметным дрожанием руки. Ты рванулась движением испуганной птицы, ты прошла словно сон мой легка. И вздохнули духи, задремали ресницы, засептались тревожно шелка. И вдохнули духи, затремали ресницы, зашептались тревожно шелка. Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала, и бросая кричала «Лови!» «Иммониста» как нервы!» «Ай!» 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 «Лови»